Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить лекцию об особенностях неврологического осмотра в сосудистой нейрореанимации. Основная функция невролога в нейрореанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения – быть лечащим врачом. Нейрореанимационные пациенты с инсультом отличаются от тех же в общей палате, во-первых, особенно нестабильным состоянием, даже если они находятся в ясном сознании, но это, как правило, первые трое суток от поступления, а во-вторых, проведением искусственной вентиляции легких. Режимы, которые невролог должен учитывать. Также неврологу приходится оценивать очаговую симптоматику часто у больного в коме и иметь четкое представление обо всех шести симптомах пленения вместе с их стадиями. Теперь по порядку. У любого специалиста должен существовать четкий последовательный план осмотра больного, исходя из возложенной на него функции. Наш план неврологического осмотра выглядит так. В первую очередь – оценка сознания. Затем, если уровень сознания позволяет, за исключением запредельной комы, необходимо последовательно выявить общемозговую, очаговую, миангиальную симптоматики, и после чего у врача уже должен сложиться в голове топический диагноз, что особенно важно для перехода к дальнейшим действиям. Уточнение анамнеза, ну, то есть это дополнительные вопросы врачу скорой помощи или сопровождающим, звонок родственникам или личная с ними беседа в ближайшие часы после предварительного осмотра, а также беглое изучение амбулаторной карты позволяет нам, в кавычках, прийти к заключению о клиническом диагнозе, от которого уже будет зависеть принципиальная тактика введения и лечения пациента с уном и ка. Последний пункт оценки по шкалам будет уже зависеть от типа инсульта. Наиболее известная – это шкала НИЧС, разработанная Национальным институтом неврологических заболеваний и инсульта. Она просто незаменима для того, чтобы принять решение о проведении тромбоэлитической терапии. Теперь остановимся подробнее на каждом из пунктов. Первый – оценка сознания. Оценить сознание можно по нескольким предложенным во всем мире шкалам. Наиболее распространенным является шкала Ком-Глазга. Между собой мы ее называем ШКГ. И шкала РАС. И шкала Ком-Мио. Шкала РАС – это Ричмон-Ижетейшн-Скор-Скейл. Традиционная же старая градация сознания по Боголепову несколько устарела во времени ввиду того, что учитывала лишь комы, а не другие виды угнетения сознания, такие как сопр, оглушение и так далее. ШКГ удобна для быстрой оценки сознания, чтобы принять моментальное решение о переводе больного на ИВЛ. Угнетение сознания связано либо с поражением коры, как правило, чаще с двух сторон, либо диэнцефальных структур. Это гипоталоническая область, ретикулярная формация ствола. В нашей ситуации шкала РАС удобна для оценки сознания ввиду того, что учитывают не только количественное, но и степень качественного расстройства сознания, такого как психоз, в нашем случае это сосудистый. Причем удобно и то, что уровень угнетения сознания согласно этой шкале вызван искусственно, то есть мы можем оценить степень седации. Однако шкала не учитывает наличие интубации и проведения ИВЛ. Данный пункт есть в еще более приемлемой для оценки реанимационного больного, особенно в динамике, это шкала МИО. Доступно ее подробное описание на просторах интернета, как всем известно. Итак, для быстроты работы мы используем в нашей реанимации две основные шкалы ШКГ и РАС. Алгоритм, по которому удобнее всего двигаться при оценке сознания, выглядит так. Если пациенту в сознании доступен вербальному или любому другому продуктивному контакту, что соответствует 13-15 баллам по ШКГ, мы спокойно переходим к детальной оценке неврологического статуса, то есть пунктом 2, 3, 4, 5, 6 намеченного плана. Начиная с 12 баллов, это уже глубокое оглушение, нам необходимо уточнить наиболее очевидную причину угнетения сознания. То есть это наличие седации, ну, либо оценка по шкале РАС. И далее, так как данный уровень сознания еще позволяет переходить к остальным пунктам осмотра. Начиная с 9 баллов по ШКГ, мы имеем дело уже с интубированным больным. И поэтому должны, во-первых, знать и учитывать режим, в котором проводится ИВЛ, а во-вторых, не забыть про оценку по РАС, если идет седация для синхронизации с аппаратом. При этом, если оценим в динамике, обязательно раз в сутки отключить инфузию седативных препаратов и оценить ШКГ, либо шкала МИО. После чего продолжаем осмотр по намеченному плану. На слайде представлена подробная шкала РАС, как вы видите. Далее. При наличии значимого угнетения сознания, начиная уже с 8 баллов по ШКГ, выявление детального неврологического статуса затрудняется. Но в КОМе можем исследовать околоцефалический, околовестебулярные рефлексы, фотореакции, корнеальные рефлексы, а также спонтанное движение глазных яблок. Например, нестагм, сохранность сакадного ритма, плавающий взор и так далее. Это будет указывать на уровень поражения ствола. При сохранности системы ствола, система заднего продольного пучка, проходящего через весь продолговатый мозг, мост, средний мозг, отчетливо вызывается околоцефалический или околостебулярный рефлекс. Методика выявления рефлекса околоцефалического или симптома кукольный глаз. Удерживая открытыми глаза больного, мы быстро поворачиваем его голову в стороны и вверх-вниз, при этом кратковременно задерживая голову в крайних положениях. Положительным ответом является содружественное отведение глаз в противоположном от движения направлении. Существует три причины, по которым этот рефлекс не вызывается. Первая – пациент в сознании. Так как это движение подавляется корой, поэтому они могут удерживать взор вне зависимости от движения головы. Вторая причина – пациент глубоко седатирован, то есть раз от минус 4-5 баллов. И третья – поражен ствол. Околовестибулярный рефлекс. Проба выполняется, когда околоцифалический рефлекс не может быть вызван или отсутствует. Противопоказание к его проведению – это перфорация барабанной перепонки. Поэтому манипуляция может выполняться только после аутоскопии лор-врачом. Околовестибулярный рефлекс возникает при издражении вестибулярного аппарата холодной водой. В общем-то, более подробное его описание можете найти легко в литературе или интернете. Мы знаем, что у больного в коматозном состоянии при супротентериальном поражении или метаболической коме – быстрый компонент отсутствует, а медленный привод к тоническому повороту глаз в сторону раздражения. Проба считается отрицательной при отсутствии отклонения глазных яблок в сторону раздражаемого слухового прохода. Если мы находим больного в нестагме, например, то необходимо оценить все его характеристики, которые знаем. Это обязательно, начиная от плоскости нестагма, горизонтальной, вертикальной, рататорной, спонтанной или установочной и так далее. Учитывая, что про нестагм, в принципе, можно рассказать отдельную лекцию на пару часов, ну, выявление этого симптома можно выделить лишь то, что его наличие свидетельствует о поражении таких структур, как покрышка среднего мозга. Как правило, проявляется ретракционным, бинокулярным, горизонтальным нестагмом. Или, например, окулярный бобин, который встречается при поражении каудальных отделов оролевого моста. Также мы исследуем фотореакции, корнеальные рефлексы. И, таким образом, проверяя сохранность третьей, это фотореакции, и седьмой пороговичный рефлекс Чаймен и связь между ними. Что касаемо оценки гемиопореза и других гемисиндромов при поражении полушарий мозга, то акцент необходимо сделать на том, что в коме всё-таки мы выявляем лишь разницу между правой и левой стороной тела. А о глубине пореза судить сложно. И даже иногда вот поза больного, ротация стопы, приведение рук груди, хаотичные движения в конечностях на одной стороне, уже на этапе первого визуального опыта с пациентом может рассказать нам об уровне очагового поражения. При наличии дислокационного синдрома больного без сознания можно определить уровень и стадию дислокации. Шесть симптомов вклинения, у двух из них пять в своих стадиях, это как трансцентриально-латеральное и нисходящее. А на слайде пример классического симптома Гертове-Гоможанде, что свидетельствует о первичном, если очаг воролевом мосту, или вторичном поражении, то есть нисходящее поперечное вклинение в стадии моста. В общем, тезисно, во всех мировых руководствах неврологический осмотр в реанимации, как видно на слайде, включает оценку. Первое – сознание. Второе – поражение черепных нервов. Третье – двигательную сферу. Четвертое – глубокие и поверхностные рефлексы с дополнительными симптомами. Пятое – сенсорную сферу, то есть это чувствительность, зрительные расстройства, игнорирование и шестое – патологические знаки. Схема наша взята из американского руководства по экстренной неврологии с 2006 года. По большому счету, в современном руководстве с 2013 года в сборнике по экстренной неврологии под редакцией Келли она не изменилась. Итак, общемозговая симптоматика имеет четкие критерии, если двигаться дальше по плану. Жалобы на головную боль, тошноту, рвоту. Неврологу нужно знать не только, что болит голова и все, а интенсивность. При субрыхтной дальнем кровоизлиянии она может быть невыносимая, локализацию, сопутствующие характеристики типа пульсирующая, давящая, сжимающая, распирающая и так далее. Нужно для предварительного намека на характер процесса. Может быть, это ишемия, или кровоизлияние, гипертонический крыс, психогения и так далее. Тошнота рвота также часто встречается при геморрагических инсультах, в том числе развитие экклюзионной гидроцефалии с прорывом крови в желудочке мозга, геморрагической трансформацией ишемического очага и кризов. При этом больные могут становиться неадекватными, развивается чаще всего психомодорное возбуждение. Здесь оцениваем по шкале раз и решаем, чем и как седатировать больного. На глазном дне у больных с общей мозговой симптоматикой при сохраненном сознании, как правило, симметричный, начинающийся отек дисков зрительных нервов реже односторонне. Далее, для инсультов, локализующихся в полушариях мозга, общим является развитие геми или монопореза в конечностях от рефлекторного до плеги по центральному типу, контролатеральной стороны, как правило, сочетающихся с центральным порезом седьмой пары лицевого нерва. Сочетание монопореза в руке, например, и лицевого нерва по центральному типу называется брахифициальным синдромом. При обширных инсультах с угнетением сознания наблюдается также снижение корняльного рефлекса на стороне параза седьмой пары. Это за счет дуги мигательного и роговичного рефлекса. При поражении левого полушария наблюдаются различные виды афазии. Острейшую стадию инсульта, особенно часто при обширном ишемическом стадии диашиза, сложно отличить, бывает, пару истинно возникшей афазии за счет инфаркта речевых зон от локального отека с распространением на ближайшие зоны брака верники либо в рамках гипертонического криза, например, при диффузном отеке вещества. В литературе нигде не встречается конкретного названия данного расстройства речи. Ну вот, стресс-мутизм, в принципе, для клинической простоты определения такого симптома мне кажется вполне приемлемым. Ведь симптом плети и тому подобные названия тоже были придуманы для облегчения клинической диагностики специалистам, особенно в приемном покое. Дезартрия при поражении правого полушария встречается примерно в 50% случаев, так как согласно самототопическому расположению в коре двигательных единиц тела большая часть нейронов, отвечающих за артикуляционный аппарат, остается интактна. Часто центральный порез или речевые нарушения сочетаются с гемией или моногипостезией или анестезией контрлатеральной очагу поражения сторони. Характерной чертой нередко встречающейся при поражении коры правого полушария является анозагнози или неглекта, то есть частный случай. Это полное отрицание своей парализованной стороны. При этом больные правильно ориентированы во времени, пространстве, собственной личности, у них сохранены все остальные функции гнозиса, анализа и так далее. Особенностями центрального пореза в острейшую стадию инсульта являются гипотония, гипорефлексия претичных конечностей и отсутствие патологических стопных знаков. Инсульт, локализующийся в стволе головного мозга, можно условно разделить на три основных уровня поражения. Это средний мозг, воролиев мозг и продолговатый мозг. Как правило, симптомы эти описаны в учебниках как альтернирующие, потому что сочетают в себе симптомы поражения ядер черепно-мозговых нервов, локализующихся в указанных структурах, и контролатеральный гемисиндром, порез, такси, гипостезия, гипергенез и так далее. Сюда же относятся синдромы поражения ножек мужичка и самого мужичка. При окклюзии мужичковых, как правило, это задние, нижние, передние, нижние и верхние, развиваются пять типов синдромов Воленберг-Захарченко. При окклюзии битвей, бизолярной артерии на уровне покрышки моста развиваются синдромы Фавилии и Мияра-Гюблер. В коме в таких случаях возможно выявить только огнетение и отсутствие околосфолического или околостимуляренных рефлексов и контролатеральный гемипорез. Все, больше мы ничего выявить сам не сможем. К одному из распространенных синдромов поражения продолговатого мозга относится синдром Дожирина. При окклюзии парамедианных или ветвей позвоночной бизолярной артерии, чаще двусторонней. Проявляется и псилатеральным вялым порезом подъязычного нерва, контролатеральной гемиполегии и гемигипостезии. Впервые около 20 лет назад, кстати, при тотальном тромбозе основной артерии был описан синдром запертого человека, Локтен-синдром, при котором у больного в сознании мы видим тетроплегию, бульбарное нарушение, нарушение дыхания, пара стрелять, четвертый, шестой парниров. То есть, впечатление о том, что человек находится без сознания, не слышит нас и ничего не понимает. Далее, если условно разделить мужичок на три основные функциональные зоны, связывающие его со стволовыми структурами, спинным мозгом, полушариями, то синдромом поражения условно делится на сочетание различных видов атаксии, статической динамической по типу астазия, бази, сочетание с нестагмом, тремором и дисмедрией. Затем, к менингиальным симптомам относятся головная боль, рвота, фото- и фонофобия, ригидность мышц-затылка, симптом кернинга, брудзинского, верхний, средний, нижний, симптом хвостека, болезнь с точки выхода троничного нерва. При прорыве крови в желудочке мозга развивается психоз и, как правило, угнетение сознания, причем быстрое. Поговорим немножко о нарушении спинального кровообращения. Это более редкий тип инсульта, чаще ишемический. В отличие от инфарктов мозга, которые случаются вследствие артериальной гипертензии, спинальный инфаркт обусловлен падением системного артериального давления, в результате чего развивается ишемия в области анастомоза в передних и задних спинальных артерий. Чаще всего случается инфаркт на уровне шейного утолщения, проявляющийся периферическим паразом верхних и центральным нижних конечностей, с нарушением функций тазовых органов по центральному типу и отсутствием нарушения глубокой чувствительности, так как мы знаем, что почки голя бурдаха не страдают при этом. В отличие от инфарктов в бассейне задних спинальных артерий, которые приводят к нарушению проприусов тимной чувствительности в сочетании с сегментарным и спастическим парапаразом. Также к острым нарушениям мозгового кровообращения относятся венозные тромбозы. Это еще наиболее редкие описанные виды инсульта, а как правило встречаются у женщин и на фоне приема оральных пандроцептивов. Для остро возникшего венозного тромбоза мозговых синусов с учетом их анатомии в клинической картине преобладает общая мозговая симптоматика в виде головной боли по типу гипертензионной, тошнота, рвота, обусловленная наиболее стремительным развитием отека мозга или внутренней гидроцефалии, чем, например, при артериальном инфаркте. Вследствие этого часто манифестируют генерализованным и судорожным приступом быстрой потери сознания. Очаговая симптоматика с учетом анатомии только симптомы поражения мозжечка или ствола. Картина напоминает массивное спонтанное субарахноидальное кровоизлияние, особенно при 3-5 баллах по шкале Ханхез, но отличием от субарахноидального кровоизлияния в клинической картине является наличие ненгеальных симптомов и односторонний отек дискозрительного нерва. На КТ головного мозга характерный очаг инфаркта типа соль с перцем с нечеткими контурами. Итак, клиническая отряда по зарубежной литературе при венозном тромбозе выглядит так. Головная боль, эпиприступ, асимметричный отек дискозрительного нерва. Вот, кстати, раньше венозные тромбозы интерпретировались и лечились как ишемические инсульты их очень редкого описания и, скажем так, выявление нейровизуализационной возможности раньше просто этого не позволяли делать, потому что не было томографа компьютерного, магниторезонансного томографа и так далее. Таким образом, на этапе определения топического диагноза мы уже должны ответить для себя на следующие вопросы. Все-таки, какие структуры поражены? Что первично, а что вторично? Например, очаг ли это или симптом вклинения на данном уровне связанный с отеком мозга? Зависит ли расстройство сознания от поражения этих структур? Один или несколько артериальных бассейнов поражено. И самое главное, укладывается ли данное сочетание симптомов определенный артериальный бассейн? То есть, это может быть и не инсульт. На самом деле, это очень важно, потому что, определившись с топикой поражения, возникает следующая трудность в так называемом дифференциальном диагнозе. Перечисленные на слайде состояния часто имеют похожую клиническую картину, особенно топику, что требует более тщательного уточнения анамнеза, особенно если появилось хоть малейшее подозрение, что это неонемыка. Так, элементарная закрытая черепно-мозговая травма без внешних признаков ушиба, ссадин, переломов и так далее. Исследование развития теории медицины не стоит на месте. И, если верить статьям и клиническому опыту других, то наша банальная ЗЧМТ с гематомой на компьютерном томографе интерпретируется чаще всего как разрыв аневризма вследствие физического усилия. В частности, толкнули человека, вот упал, удачно в кавычках ударился, что не ссадин гематом внешних нет, а на КТ только внутри мозговая гематома. И, несмотря на анамнез, диагноз определяется все-таки как геморрагический инсульт. На СКТ-ангиографии в первые сутки вот вследствие бывают тромбирования аневризма, может быть, и не выявлены. И лишь потолка анатом, как это ни прискорбно, потом расстает все по своим местам. Наиболее часто, конечно, встречается гипогликемическая кома, когда анамнез со скорой помощи вообще, может быть, толком неизвестен, а пациент кем-то когда-то обнаружен без сознания, но кровь на сахар взять не успевает. Вот в приемном покое или в отделении реанимации прежде всего необходимо взять сахар крови и привести коррекцию гипогликемии. И уже после чего пациент наверняка станет доступен осмотру и даже вербальному контакту. До недавнего времени также были сложены в диагностике такие состояния, как приступы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, встречающиеся уже у взрастных пациентов. Они часто госпитализировались с рабочим диагнозом ишемические инсульты ВББ, и здесь необходимо опять же вернуться к одному из предыдущих вопросов. Укладывается ли симптоматика в определенный артериальный бассейн? При ДППГ нашем не укладывается. Вот на слайде представлен пример анатомии кровоснабжения полушарий и глубинных структур большого мозга. Если знать четко кровоснабжение артериальной бассейны, мы можем уже понимать, то есть действительно ли это инсульт и поражен бассейн, или это все-таки какие-то другие структуры, какой-то другой поражающий фактор. Структура клинического диагноза инсульта включает в себя по последним требованиям экспертов обязательно тип инсульта, бассейн, какой артерии или локализацию гематомы и от какого числа случился инсульт. Затем мы указываем подтип для ишемического инсульта согласно международным критериям ТОСТ и, наконец, перечисляем все значимые синдромы, которые обнаружили при неврологическом осмотре, а также обязательно указываем фоновое заболевание. Итак, на слайде представлен пример клинического диагноза для ишемического инсульта. Это наша формулировка диагноза. Она разработана нашими экспертами внутренними и внешними. То есть, диагноз ишемического инсульта по стандартам выглядит так. На следующем слайде представлен пример клинического доля геморрагического инсульта. Обратите внимание, что геморрагический инсульт не бывает в каком-то бассейне, в отличие от ишемического. Мы указываем только локализацию очага с захватом определенных топических зон. Поставить точку неврологическом осмотре необходимо с оценкой по основным двум шкалам. Это НЭЙЧС, которая является основной для заполнения протокола для системного тромболизиса, и шкала ХАНХЕС для субрахноидального кровоизлияния. Вот последняя шкала также определит принципиальную тактику ведения пациента в зависимости от количества баллов, которые набирает пациент. Значит, 1-2 балла мы видим, что тактика исключительно консервативная. 2-3 балла это либо эндоваскулярное лечение, либо оперативное лечение, либо консервативное, или их сочетание. 4-5 баллов это, как правило, либо консервативная тактика, потому что крайняя тяжесть состояния пациента не позволяет проводить большие оперативные вмешательства. Таким образом, учитывая, что прослушали данную лекцию, хотелось бы обратить ваше внимание и еще раз подчеркнуть, что не просто выявление по типу или типу инсульта ишемического, геморрагического является очень важным для работы невролога, как в приемном покое, так и в отделении реанимации, так как это, по сути, не самое, но первичное, тем не менее, звено. Особенно важно и актуально то, что все-таки дифференциальный диагноз, потому что пациент, который в нашей ситуации бывает очень часто лечится не по профилю, и бывает очень трудно без сознания нам определить, все-таки инсульт это или что-то другое, как правило, это же сказывается на том, что мы не можем оказать ему именно конкретную специализированную профильную помощь. То есть, если у пациента инсульт, его нужно лечить в инсультном отделении, он должен лечиться от инсульта. Если это не инсульт, это абсолютно другое заболевание, оно лечится абсолютно по-другому. И в данной ситуации, когда у нас возникают такие проблемы, мы не можем пациенту адекватно оказать помощь. Но тем не менее, очень часто вот они, к сожалению, оказываются на койке сосудистой, ну и погибают, скажем так, от каких-то других причин, нежели сосудистая причина. В результате чего пришлось, скажем так, составить такую вот краткую лекцию, кратко пробежаться по всей неврологии, по всей топике, по каким-то еще клиническим особенностям, по опыту своему. Еще хочу сказать, что скоро, возможно, совместно с нашими коллегами из института Бурденко выйдет еще одна краткая небольшая лекция для реаниматологов. Реаниматолог тоже должен уметь, как это у нас называется, стучать молотком и определять все-таки, что происходит с больным, вовремя оказывать ему необходимую помощь. Уважаемые коллеги, спасибо. На этом у меня сегодня все.